Неделя остается до важного политического события выборов в Государственное собрание Курулта Республики Башкортостан. Зачем нужен наш Курулта, если есть Госдума? Законы ведь одинаковые на всю страну, так рассуждают некоторые граждане. Есть так называемое федеральное законодательство, оно едино для всех. Например, это уголовное право, контроль над распространением алкоголя и наркотиков, правила ведения бюджетов. Такие вещи принимает только Государственная Дума и изобретать что-то новое региональной власти не вправе. Региональные же парламенты решают вопросы местного значения. Например, схема управления регионом, его административное территориальное устройство утверждают программы социально-экономического развития, судей Конституционного суда региона и другие вопросы. В каждом регионе есть свои тонкости. Итак, 8 сентября в 8 часов утра откроются избирательные участки. Придя на избирательный участок в день голосования, избиратели получат на руки два бюллетеня. В одном из них будут указаны фамилии четырех кандидатов. В состав парламента войдет тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Во втором – 12 списков кандидатов, выдвинутых политическими объединениями. Представлены всем известные парламентские партии, а также другие политические организации. На днях – Центральная избирательная комиссия Башкирии разыграла среди 12 политических движений очередность, в которой они разместятся в избирательном бюллетене. Интересно, что в первой четверке оказались все те же парламентские партии. КПРФ возглавила список под номером один. Партия власти «Единая Россия» стоит в бюллетене второй по счету. Третье место досталось «Справедливо России» и четвертой – ЛДПР. На пятом месте расположилась российская экологическая партия «Зеленых», которая составляет конкуренцию «Альянсу Зеленых» и «Народная партия». Альянс оказался лишь на десятом месте, уступив более удачливому сопернику по жеребьевке. Российская партия «Народного управления» стоит в середине списка на шестом месте. Гражданская платформа на седьмом, а на восьмом – партия «Социальные солидарности». На девятом месте расположились «Патриоты России». На одиннадцатом – российская партия «Пенсионеров за справедливость». Последний, двенадцатый номер, получило региональное отделение партии, рожденные в СССР. Агитационный период начался с момента выдвижения кандидатов в средствах массовой информации за 28 дней до выборов. Заканчивается агитационный период в ноль часов седьмого сентября. Существует три вида агитационных мероприятий через средства массовой информации, путем проведения массовых мероприятий, путем выпуска и распространения печатных и аудиовизуальных других агитационных материалов. Предвыборная агитация может проводиться и в иных, незапрещенных законам формах. Причем они могут носить самые разнообразные характеры. Индивидуальная агитационная работа с избирателями по месту жительства, распространение агитационной информации через интернет. Для успеха избирательной кампании крайне важно, чтобы кандидат был активным участником агитационного процесса. Этот пример показывает, что провести кандидата во власть без участия самого кандидата в процессе агитации невозможно. Современный избиратель осознанно отдает свой голос человеку, максимально приближенному к его избирателю проблемам и чаяниям. Мы провели опрос среди граждан на предмет, как, на их взгляд, в городе проходит агитационный период. В результате опроса выяснилось, по мнению избирателей, градус активности агитаторов не так высок, но это касается не всех политических объединений и кандидатов. Вот что по этому поводу думают избиратели нашего города. Какие-то листовки, газеты в почтовых ящиках у вас появлялись? Я не могу сказать нет, наверное. Нету, я не видел. Я почтовые ящики открываю, регулярно смотрю извещения на оплату. По-моему, ничего не было. Какие-то встречи проводили кандидаты, тоже не припомните? Нет, нет, а что тут припомнить-то? Тут нету это самое. Они бедные идут, кандидаты-то сейчас. Бедные. На какие средства они будут проводить это? Вы встречались с кем-то из кандидатов? Встречались с обоими. Фамилия, извините, память. И женщины, и мужчины были подходили. Все. Скажите, пожалуйста, а как считаете, то, что 12 политических партий на этот раз в выборах участвуют, это хорошо или плохо, что есть такая возможность избирать? Я стараюсь в политику не лезть, мне не до этого. Агитация хорошей была? Да, агитация. Я не знаю, вообще не слышно было нигде. Маловато. Нет, раньше все равно как-то это было очень, как вам бы сказать, активно участвовало, все активно работали люди. А сейчас нет по сравнению. Агитация была, наверное, все висит же, фотокарточки, вот эти объявления, все газеты пишут, дают, кто считает. Что-нибудь слышали о тех кандидатах, которые принимают участие? Или недостаточно было информации? Нет, я вообще сейчас занимаюсь очень много работой, поэтому в это время я телевизор не смотрю и полин-то не знаю. Просто мы сейчас стараемся кто как может, так и выжить. Очень тяжелая сейчас жизнь пошла. На пенсии, вот и работа иметь. Не до политики? Да, не до политики. Приносили все, что мы даже все про всех прочитали, обо всем все узнали. И автобиографии их узнали, и чем они хотят нас порадовать, тоже узнали. Так что мы свой выбор сделали. Конечно, намного тише, чем на президентских выборах. Это тут местные, региональные, поэтому шума не было большого. Все опрошенные, а это порядка 20 человек, знают о едином дне голосования. Готовы прийти на избирательные участки. Определились с выбором, но свое волеизъявление оставили при себе. Пока по накалу страсти эти выборы эксперты называют спокойными. Тем не менее, напористая агитация ожидается в последние дни перед выборами. Если говорить о проведении предвыборной агитации, то обычно всегда бывает так, что в основном кандидаты оставляют все свои агитационные материалы в основном на последние дни. На последние дни. Поэтому практически сейчас мы видим агитационные материалы одномодатников от Единой России и, естественно, избирательного объединения, республиканского отделения Единой России. И видим пока от КПРФ. Остальные же партии, по крайней мере, официальных тех агитационных материалов, которые на инфляционных стендах должны вывешиваться, пока нет. Видимо, будут это в последние дни. Но это же, наверное, можно будет сказать еще все же в отношении остальных кандидатов. Ну, все предвыборные кампании, они вроде бы одинаковые, они все разные по своему накалу, по своему участию кандидатов в предвыборной борьбе. В газете «Кумерталское время» все кандидаты-одномодатники воспользовались правом на бесплатную публикацию на платной основе, пока мы этих материалов не видели. Но надеемся, что все кандидаты в депутаты избирательного объединения воспользуются своим правом на публикации средств массовой информации. И, естественно, в рамках, наверное, тех финансовых средств, которые они имеют, разместят агитационный материал, имеется печатный агитационный материал на информационных стендах, на учреждениях с разрешением собственника или, может быть, даже посетят избирателей. Представители 12 политических партий поборются между собой за 110 депутатских мандатов. Всего на выборах зарегистрировано 1625 кандидатов. 1234 по партийным спискам и 391 по одномандатным округам. 17 кандидатов – самовыдвиженцы. Конкурс кандидатов в одномандатных округах от 11 до 5 человек на место. 25% всех кандидатов – это женщины. Это пока абсолютный рекорд. Раньше представительниц слабого пола было меньше. 78% всех кандидатов имеют высшее образование. Среди кандидатов – депутаты 3 бывших депутата Государственной Думы, 36 действующих депутатов Курултая, 75 депутатов городских и районных советов, 10 временно не работающих и 3 домохозяйки. У нас нет закона, обязывающего всех идти на выборы, поэтому активность избирателей не всегда так высока, как хотелось бы. Игнорируя выборы, мы даем возможность другим людям решать за нас нашу судьбу. Еще есть время определиться с выбором, за кого отдать свой голос. Процедура очень проста. 8 сентября надо прийти на свой избирательный участок, захвати с собой паспорт, получить бюллетени, поставить напротив нужного вам, кандидата или партии, галочку, и опустить бюллетень в урну. Все. Можно сказать, что вы выполнили свой гражданский долг. В следующее воскресенье в это время мы уже будем говорить и обсуждать ход голосования в Кумертау. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»